Голливудский режиссер Оливер Стоун и Виктор Янукович. Беседа перед камерой. Вот и название для нового документального фильма. Где снимали картину, разузнал Эрад Шнидоев. Трехкратный обладатель Оскара режиссер Оливер Стоун решил взяться за документальный фильм о событиях в Украине. Один из главных элементов картины интервью с бывшим президентом страны Виктором Януковичем. Ради встречи с ним, Стоун отправился в Москву, где сбежавший политик прочно обосновался. Стоун признается, что хотел бы сделать документальный фильм и о российском президенте Владимире Путине. А вот возьмется ли за съемки ленты о российском протесте, неизвестно. Но если да, ему будет что рассказать. Накануне, после оглашения приговора, Владимир Навальный, по делу и проше, несколько тысяч человек собрались на стихийной несанкционированной митинге на Манежной площади в центре Москвы, чтобы выразить свой протест. Итог, более 200 задержанных, двоих участников акции арестовали на 15 суток. Новый год они проведут в СИЗО. 18 самых активных остались протестовать и после того, как полиция вытеснила людей с площади. Всю ночь они провели в огромном декоративном елочном шаре. Среди активистов была и участница панк-группы «Пуссирает» Мария Алехина. В полицию их забрали только рано утром. По интернету молниеносно разлетелся мем «Шар наш». Активисты постят девочку на шаре Пикассо и фото жабы. Россию поздравляют с появлением шаровой автономной республики. Сторонники Навального призывают не сдаваться и выйти на еще один митинг. Чем закончится эта история, мы узнаем уже в следующем году. Город Шнегов, Сергей Ведмедь, Московское бюро телеканала «Интер». И как стало известно, среди задержанных на Манежной площади есть украинец. Роман Немучинский получил 15 суток ареста. Как рассказали в украинском МИДе, к задержанному не пустили консула. Украинская сторона уже направила в Москву ноту протеста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова